Этих школьников трудно назвать детьми. Их креативные идеи, необычный подход к делу, свежие мысли, то, что нужно для развития не только нашей республики, но и всей России. Жителями наногорода, гордо высоких технологий, встретилась наша съемочная группа. Участники этой летней школы – ученики 9-х и 10-х классов, которые на время стали стажерами двух компаний – Хевилл и Гален. В течение семи дней школьники самостоятельно решали поставленные перед ними задачи. Встречались со специалистами нанотехнологического бизнеса, занимались различных мастерских, играли в интеллектуальные игры и даже успевали ходить на дискотеки. Приезжали такие разные бизнес-тренера и, в общем, очень известные люди, как Липунов. Различные профессоры приезжали из ЧГУ, из московских университетов, рассказывали нам лекции по, например, команднообразованию, по мотивации, по ораторскому мастерству. Про воронку продаж нам приходил представитель бизнес-молодости города Чебоксары. Привлечение детей к научно-техническому творчеству – главная задача школы. По окончании ребята защищали свои проекты, в которых сами продумывали маркетинговые стратегии и развитие бизнеса компаний. Ответственный подход к делу и упорный труд над работой члены жюри не могли не отметить. Сами идеи замечательные, такие решения, то, что можно облегчить, можно удешевить, это очень здорово. Это не обычные школьники, это наши партнеры, признается один из организаторов города высоких технологий. За неделю ребята решали такие вопросы, на которые не могли найти ответ даже профессионалы. Очень горжусь своими учениками, которые возглавляли эту школу. Не у каждого есть такие ученики, которые в таком возрасте могут делать большие, серьезные проекты. Это отдельно физику, математику можно выучить, но сделать проект такой многоплановый. Каждый из участников получил сертификаты, дипломы, футболки и памятные сувениры. Как отметил куратор на награду Алексей Бакшандаев, проекторы, сработанные школьниками, будут рассмотрены и обдуманы. И, возможно, в скором времени свежие идеи и задумки ребят воплотятся в жизнь. Евгения Егорова, Андрей Спиридонов, Республика.